с новым годом с новым счастьем праздники еще продолжаются и я хочу сегодня с вами поделиться рецептом рождественской индюшки или индейки как правильно говорить не знаю она у меня получилась хрустящая и очень ароматная многие не любят индюшку потому что она и сухая и какой-то запах не нравится им но я вас уверяю с малым количеством специи у вас получится очень вкусная индейка чтобы обогатить вкус индейки я взяла 4 столовые ложки сливочного масла можно взять и топленое если вы хотите цедру одного лимона 1 столовая хорошая столовая ложка горчицы раздавила чеснок все это объединяю с маслом масло должно быть мягкое но не растопленное теперь уже надо добавить специи добавляем 2 столовые ложки соли пол чайной ложки острого красного перца 1 чайная ложка черного перца 1 чайная ложка красный перец сладкий и где-то 1 чайная ложка карри если нету карри очень хорошо подходит и грузинская специя хмели шунели у меня не было поэтому еда и я добавила карри все наши специи уже добавили сейчас самое главное который даст этот аромат как сказать копченого или как-то так наши птицы это будет бекон я взяла 10 ломтиков бекона в общем количестве нам понадобится 15 потому что 5 ломтиков я еще добавлю в соусе который буду готовить но сейчас в начинку индюшки я добавлю 10 ломтиков мелко нарезанного бекона добавляю бекон к маслу и перемешиваю хорошо индюшку надо взять почистить изнутри если есть там кое-что что надо удалить удаляем и делаем как сказать под кожей открываем или разъединяем от кожи мясо от кожи если не получается руками и пальцем можно взять ложку но только ложку и как сказать раскрывать ее поглубже не бойтесь что вы испортите кожу индюшки у индюшки кожа более эластичная чем у курицы так что можете смело как сказать разъединять кожу от мяса теперь уже как птица готова берем ложку начинки если можно ее так назвать и просовываем ее между кожей и мясом а зачем мы это делаем потому что он так мясо пропитает аромат специй и бекона копченого бекона и мясо будет вкусное а так если бы мы поверх кожи солили и перчили и добавляли масло и так далее мясо не пропиталось бы этими ароматами раньше я ломтики бекона не резала как сейчас раньше я целый ломтики ставила поверх кожи индейки и они не пропитывались и мясо не пропитывалось так хорошо ароматом бекона чем час и потом еще она подсушивалась так бекон что потом его было как-то неприятно кушать и так и начинили индюшку теперь уже надо сверху и внутри индюшки посолить обязательно и наливаю еще немного оливковое масло массажирую птицу так слегка и закрываю как сказать пергаментной бумагой я лично в этот раз оставила ее на ночь чтобы она промариновалась но вы если будете готовить оставьте ее в ну минимум на два часа мне кажется будет очень хорошо а еще и сверху я добавила разные перцы и разноцветные перцы которые вы это не обязательно можете что хотите можете сверху еще поставить на гарнир вместе с индейкой я буду печь еще и картошку специи которые я использовала это кроме соли черный перец красный перец я не хотела больше специи добавлять потому что от птицы аромат возьмут возьмут аромат и картошка поливаю немного оливковым маслом и размешиваю все хорошо чтобы каш в каждой картошке ну было масло и специи раскладываю картошку по краям потому что посередине посередине я поставлю у индюшку укрываю сперва пергаментной бумагой потом фольгой и это делаю потому что я не хочу чтобы фольга прикасалась продукта что я готовлю и это делаю всегда не только сейчас в этом случае делаю всегда когда мне что-то надо укрыть фольгу сперва ставлю пергаментную бумагу и так делайте и вы и так закрыла хорошо индюшку воду вообще не добавляла потому что я дюшка даст свой сок и отправляю на 180 градусов где-то на два с половиной три часа где-то за полчаса до готовности надо фольгу и пергаментную бумагу снять обратно поставить в духовку чтобы она взяла уже это красиво поджаристый как сказать поджаристую кожу а за эти полчаса приготовим соус помните я говорила про 5 ломтиков бекона который буду использовать соус надо их вот так порезать поджарить на небольшом количеством масле если вы думаете что это много бекона можете вообще в их пропустить добавляем грибы можно забрать любые которые нам нравятся это у меня если не ошибаюсь по-русски называется вешенки мне они очень нравится короче поджариваем вместе с беконом и когда они немного поджарится открываю делаю так и посередине места и добавляю одну столовую ложку муки и поджариваю вместе с беконом и грибами добавляю белое вино и размешиваю хорошо так чтобы не образовывались комочки вот сейчас я добавлю сок от индюшки когда я сняла фольгу там увидела что было очень много сока я аккуратно сняла надо чтобы приготовить этот соус надо чтобы общее количество жидкости было где-то 400 грамм 150 грамм это белое вино обязательно а остальное может быть или возьмете какой-нибудь кубик если у вас не будет сок от индюшки или возьмете вегету который можно разбавить и добавить соус но это вам решать что приготовить видите какая красивая и румяная индюшка у меня получилось я вас уверяю она и очень вкусная и вот мой стол рождественский это у меня винегрет который я в последнюю минуту приготовила и он не взял еще красивый красный цвет это свежий салат из помидора огурца и листья салата это свекольный салат я готовила такой на на канале есть это христоп сумок который будет завтра в видео из этого хлеба и это конечно же оливье который здесь он греции называется русский салат оливье конечно же я сама готовила и вот индюшка соусом как видите соусом он слегка густоватый и поверьте он очень вкусный я хочу вам пожелать хорошего рождества и скоро увидимся целую обнимаю крепко пока а а